Добрый день, глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемые коллеги. Итак, мы все говорим о эндокринотерапии, прежде всего, естественно, люминального А и люминального Б по типам рака молочной железы. Характеристики этих по типам общеизвестны, и мы понимаем, что у них есть такая возможность получить эндокринотерапию у наших больных. При этом прогноз относительно результатов гормонотерапии, естественно, несколько лучше у люминального А и хуже у люминального Б по типам. Адьювантные эндокринотерапии при функционирующих яичниках на сегодняшний день – это тамоксифен, и в случае высокого риска рецидива при сохраненной функции яичников возможно продление до 10 лет. И ингибиторы ароматаза самостоятельно не применяются, но могут быть применены в сочетании с подавлением функции яичников. Тем не менее, в настоящее время появляется еще одна возможность проведения адьювантной гормонотерапии теремифеном. Исследование, которое сравнивало тамоксифен и теремифен в пременопаузе при позитивных рецепторах эстрогенов, показало, что в настоящий момент общая выживаемость была одинаковая, и выживаемость без прогрессирования показала преимущество теремифена. При этом в метаанализе двух исследований было показано преимущество теремифена во всех подгруппах. Что еще достаточно интересно, в связи с тем, что нарастает количество тромбоэмболических осложнений у наших больных, очень интересно применение препарата с точки зрения возможности снижения риска тромбоэмболей, снижение уровня холестерина, либо протеидов низкой плотности, ниже риск жировой инфильтрации печени, и, соответственно, ниже риск пролиферации эндометрия и кровотечений. Адьюванты эндокринотерапии в менопаузе, вариантов ее несколько больше. Тамоксифен, теремифен, возможное переключение на ингибиторы ароматазы, режимы переключения с ингибиторов ароматазы на тамоксифен, теремифен, или наоборот. Очень важный вопрос, такой проблемный вопрос, который на сегодняшний день, конечно, всех волнует, это нужна ли авариальная супрессия в адьювантной терапии эстроген позитивного рака молочной железы у женщин в пременопаузе, поскольку мы понимаем, какие серьезные последствия вызывает это действие на организмы женщины. И каждый раз, назначая авариальную супрессию, мы должны четко понимать, что жизнь женщины в менопаузе поменяется в ранней менопаузе, искусственной менопаузе будет совершенно другой. Женщина будет терять кожу, волосы, она будет страдать от мучительных приливов, из-за которых многие женщины не могут спать по ночам. У них будет страдать половая функция, остеопороз, совершенно неизбежные последствия. Поэтому принятие этого решения должно быть очень взвешенным. И, соответственно, если посмотреть разные рекомендации, то большинство рекомендаций в пременопаузе придерживается мнения, что тамоксифен должен быть назначен при сохранении авариальной функции. Но, тем не менее, есть рекомендации о выключении функции яичников и 50 на 50, если пациентке менее 40 лет. В клинических рекомендациях РУСКО выключение функций яичников рекомендуется лишь в отдельных случаях, когда необходимая адъювантная системная терапия по тем или иным причинам проводиться не будет, или в сочетании с ингибиторами ароматазы при противопоказаниях в приемах тамоксифену, или возраст менее 40 лет. И вот исследование софт, в котором изучалась роль авариальной супрессии в адъювантной терапии гормона положительного рака молочной железы в пременопаузе. И, соответственно, женщины получали либо тамоксифен 5 лет, либо тамоксифен и авариальную супрессию, либо экзамистан и авариальную супрессию. И при этом можно было посмотреть, что именно больные после химиотерапии у них была достаточно серьезная проблема. Это были больные, у которых были положительные лимфатические узлы, был большой размер опухоли и была низкая степень дифференцировки. То есть больные сначала получали химиотерапию, а затем гормонотерапию. И различие выживаемости без возникновения злокачественных опухолей в общей популяции было очень небольшое, 4,3%. Такая маленькая разница была достигнута в подгруппах, которые получали только тамоксифен, и лучший вариант там, где был экзамистан и авариальная супрессия. После этого посмотрели различие у тех больных, прогрессирование именно ракомолочной железы. И оказалось, что разницы практически не было вообще. И, наконец, в популяции больных, которые получали химиотерапию, это, как мы помним, были больные с наиболее агрессивными опухолями, доля больных без прогрессирования ракомолочной железы была выше у больных, которые получили авариальную супрессию и экзамистан. И разница составила 7,7%. И, таким образом, наибольшее положительное влияние авариальной супрессии наблюдали в популяции больных моложе 35 лет. Здесь различие составило 15,7%, и лучший вариант был авариальная супрессия плюс экзамистан. Таким образом, были сделаны выводы о пользе этого варианта. Но если посмотреть на нежелательные эффекты, можно сказать, что, конечно, авариальная супрессия принесла больным тяжелые климактерические проявления, которые были очень выражены и в ряде случаев были третьей и четвертой степени выраженности. Выводы авторов были, что авариальная супрессия в дополнение к тамоксифену снижала риск рецидива у женщин, сохраняющихся с премиенопаузальным уровнем эстрадиола и высоким риском рецидива. Авариальная супрессия позволила назначить ингибиторы ароматазы. Преимущество авариальной супрессии было лучше в группе больных моложе 35 лет, но при этом повышение частоты симптомов менопаузы. Поэтому был сделан вывод о том, кому мы можем принести пользу. Но интересно, что консенсус Сан-Галена 2015 года, в котором, как мы помним, эксперты высказывают свое мнение, которое после этого подсчитывается, они предложили бы авариальную супрессию пациентке 34 лет с Т1, Н1 и Ж3 в премиенопаузе после адювантной химиотерапии. 70% экспертов предложили именно такой путь адювантной терапии. А, например, пациентки в 42 года Т1, Н0, Ж2 без химиотерапии все склонились только к тамоксифену. И, соответственно, большинство экспертов сочли метастазы в 4 и более регионарных лимфузлов, возраст моложе 35 лет и премиенопаузальный уровень эстрогенов после адювантной химиотерапии теми основными факторами, которые требовали добавления авариальной супрессии. И совершенно противоположное исследование. Исследование, которое направлено на предотвращение ранней менопаузы после адювантной химиотерапии у больных раком молочной железы в премиенопаузе. Женщина хочет сохранить авариальную функцию и даже хочет забеременеть. Соответственно, больные получали либо неоадювантную и адювантную химиотерапию с циклофосфамидом, либо в сочетании с газорелином. И, соответственно, посмотрите, часть больных была оценена дисфункцией яичников через год, через два года, и пытались больные забеременеть и забеременели. Соответственно, было показано, что газорелин, хоть и недостаточно доказательно, но тем не менее дал преимущество этим пациенткам. Но одновременно при добавлении газорелина наблюдалась тенденция к увеличению безрецидивной выживаемости по сравнению просто с стандартной химиотерапией. И также наблюдалась тенденция к увеличению общей выживаемости у этой молодой группы больных. Выводы авторов были, что добавление газорелина увеличивало вероятность сохранения функции яичников после адювантной химиотерапии на основании различных конечных точек. И было продемонстрировано улучшение перспектив зачатия и числа успешных попыток забеременеть при применении газорелина одновременно с адювантной химиотерапией. Но мы сегодня говорим о гормонотерапии, и когда мы говорим о метастатическом раке молочной железы, то на сегодняшний день, выбирая между химиотерапией и гормонотерапией, нам, конечно, хочется выбрать гормонотерапию. При этом очень интересно мне показалась рекомендация НССН 2015 года, когда рекомендован повторный анализ статуса рецепторов гормонов при рецидиве рака молочной железы. Рекомендуется повторно его оценить. Это первая очень интересная рекомендация. А вторая – то, что у пациентов, в которых клиническое течение соответствует эстроген-позитивному раку молочной железы, даже при отрицательном статусе может быть оправдана эндокринотерапия, независимо от проведения результата повторного анализа. И, конечно, на критерии выбора терапии первой линии рака молочной железы при положительных рецепторах к эстрогенам, вот появился новый консенсус ЭСМА, который опубликован. Что в нем интересного? Во-первых, дано четкое определение резистентности к кондювантной эндокринотерапии в зависимости от сроков рецидива. Первичная резистентность до двух лет, далее вторичная резистентность. И второе, что было введено, это определение висцерального кризиса. Криза, прошу прощения. Висцеральный кризис – это выраженное нарушение функций внутренних органов на основании клинических данных или данных лабораторных анализов на фоне быстрого прогрессирования заболевания. При этом имеется риск значительного ухудшения состояния пациентки или ее смерти, если опухоль еще немного увеличится в размерах. И в таких случаях необходимо в первую очередь уменьшать размеры опухоли, несмотря на возможное ухудшение качества жизни на фоне проведения химиотерапии. Таким образом, больные, которые имеют статус рецепторов эстрогенов положительный, должны быть оценены нами как больные с висцеральным кризом или без висцерального криза. Больные с висцеральным кризом должны прежде всего получить химиотерапию, а больные без висцерального криза должны получить гормонотерапию и в зависимости от HER2 статуса в сочетании с анти-HER2 препаратом или без него. На сегодняшний день эффективность эндокринотерапии первой линии хорошо изучена и известна. И у нас есть целый ряд препаратов, которыми мы все умеем хорошо пользоваться. И вот интересное исследование эндокринотерапии первой линии у больных с естественной менопаузой. Больные получали либо режим АЦ, либо АЦ с тамоксифеном, либо тамоксифен до прогрессирования. При этом у них был различный рецепторный статус, как позитивный, так и негативный, так и неизвестный. При этом у 60% были любые висцеральные метастазы, и даже у 27% были метастазы в печени. И оказалось, что сочетание тамоксифена с режимом АЦ дало достаточно высокий частичный ответ, 44%. Но посмотрите, выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость практически не различались в подгруппах. То есть монотерапия тамоксифеном оказалась так же эффективна, как и сочетание ее с режимом АЦ. При этом в зависимости от этой начальной терапии, посмотрите, различий каких-то особенных, собственно говоря, и не было. И таким образом, на сегодняшний день клинические рекомендации, если ЭСМО 2012 года давал рекомендации, что ограниченные висцеральные метастазы не являются противопоказанием к назначению эндокринной терапии, то в 2014 году рекомендация звучит еще более конкретно, что при позитивном, гормонально зависимом раке молочной железы рекомендуется эндокринная терапия даже при наличии висцеральных метастазов. И химиотерапию следует назначать лишь в случае быстрого прогрессирования или подтвержденной резистентности к эндокринной терапии. Так выглядят рекомендации по выбору терапии первая, вторая, третья линия гормонотерапии. И только в случае ее неэффективности может быть переход на химиотерапию. Медиана выживаемости без прогрессирования после первой линии на сегодняшний день около 10 месяцев, после второй линии еще где-то около 4 месяцев. То, что на сегодняшний день чаще всего мы можем получить. Но посмотрите, у нас появились достаточно новые эффективные режимы и фулвестерант в дозе 500 мг, он, конечно, был изучен в исследовании второй фазы ФЕРСТ по сравнению с анастрозолом. При этом более половины больных имело висцеральные метастазы, и его применение фулвестеранта во всех подгруппах имело преимущество. И, собственно говоря, медиана времени до прогрессирования на фоне фулвестеранта была на 10,3 месяца больше по сравнению, чем анастрозол, и составила 23,4 месяца, плюс 10 месяцев выигрыша. Медиана общей выживаемости составила 54 месяца, и преимущество было 5,7 месяца. И также преимущество общей выживаемости наблюдалось во всех подгруппах. Интересно, что статистических значимых различий в доле больных с нежелательными явлениями, собственно говоря, не было. После проведения эндокринотерапии консенсус ЭСМО-14 года также дал определение резистентности к эндокринотерапии первой линии. Соответственно, первичная резистентность – это 6 месяцев, вторичная резистентность – это после 6 месяцев. И интересно, что во второй месяце, во второй линии фулвестеран, кстати, тоже показал совершенно такие же результаты, как анастрозол. И если посмотреть, что 500 мг фулвестеранта – это хороший режим, который может быть использован, то вот в общеизвестном исследовании «Конферн», где изучался фулвестерант в дозе 500 мг против 250, то можно посмотреть, что он у половины больных использовался в первой линии, а у половины больных во второй линии после различных вариантов антиэстрогенотерапии первой линии. Таким образом, фулвестерант может дать нам преимущество больным во второй линии терапии. Но нам бы хотелось чем-то усилить гормонотерапию и добавить к ней что-то такое, чтобы усилило ее еще больше. И таким образом, мы уже знаем эти данные исследования, исследования Болеро-2, когда было показано, что добавление таргетного препарата эверолинуса к экземистану выражено, улучшило результаты лечения, в том числе увеличило поживаемость без прогрессирования. И еще новое исследование, появился препарат, которого пока еще никто в России в руках не держал, это ингибитор PI3K, это пиктелесип, выговорить пока не могу, который дал преимущество в сочетании с фулвестерантом еще плюс 3,7 месяца. И, наконец, то, что мне кажется на сегодняшний день наиболее эффективным. Восходящая звезда гормонотерапии – палбоциклип, это селективный ингибитор KINAS CDK4 и 6, это регуляторы перехода клетки из фазы G1 в S-фазу в клеточного цикла. 4 февраля 2015 года ЭВДИИ досрочно одобрила данный препарат для первой линии гормонотерапии в сочетании с литрозолом для больных метастатическим раком молочной железы в менопаузе. Ну, вот такая страшная схема, но, тем не менее, она говорит о том, что блокируется клеточный цикл опухоли молочной железы в фазе G1, не давая перейти ей в S-фазу. Итак, исследование ПАЛОМА-1 изучались больные эстроген позитивным ХЕР-2 отрицательным диссеминированным раком молочной железы, и больные после рандомизации 1 к 1 получали либо литрозол в стандартной дозировке, либо сочетание литрозола с палбоциклипом. И, соответственно, во второй когорте делалось то же самое, но, кроме этого, было еще добавлено исследование генов CCND1, амплификации, или потери ПИ-16. При этом характеристика больных была такая достаточно серьезная, потому что висцеральные метастазы имело около половины пациентов. И больные, которые, посмотрите, предшествующую терапию не получали половину больных, то есть это была первая линия терапии, и половина больных получала различные варианты гормонотерапии. Оказалось, что медиана выживаемости без прогрессирования составила никогда еще не достигнутую ранее цифру – 22,1 месяца. То есть интересно, что кривые разошлись сразу же, буквально с первых месяцев начала терапии. И разница с монотерапией литрозолом, она, конечно же, впечатляет. При этом во всех подгруппах преимущество нового режима было ярко продемонстрировано. И интересно, что объективный ответ был также достаточно высокий. Он составил у пациентов всех 43% и у пациентов, те, которые имели измеряемые очаги 55%. И общая выживаемость преимущества также было продемонстрировано, но пока еще все продолжается. Нежелательные явления. В отличие от стандартных нежелательных явлений, у палбоциклиба есть такие нежелательные явления, как нейтропения и лейкопения. Причем, к сожалению, участие больных выражены третьей и четвертой степени. И интересно было посмотреть, что эти нежелательные явления, к сожалению, у 33% пациентов вызывали перерывы в терапии, и у 13% – отмену терапии. И, наконец, вот только что на АСКО прозвучало результаты еще одного исследования – ПАЛОМА-3. Это прогрессирование на фоне предшествующей гормонотерапии, адювантной, либо по поводу метастатического рака молочной железы. И пациенты по поводу метастатического рака молочной железы должны были получать не менее одного режима. И палбоциклиб изучался в сочетании с полвестрантом 500 мг. Соответственно, демографические данные группы были хорошо сбалансированы. И если посмотреть, то чувствительность к предшествующей гормональной терапии была в обеих группах 79%. У нас время заканчивается, извините, пожалуйста. И выживаемость без прогрессирования составила во второй линии 9,2 месяца. Кроме этого, выживаемость без прогрессирования до сегодняшний день еще медиана не достигнута. И общий ответ на второй линии был также очень высок. И клинический ответ, то есть в сочетании еще и со стабилизацией, достиг 34%. Таким образом, глядя на эту рекомендацию, мы можем сказать, что появление новых режимов может увеличить медиану выживаемости без прогрессирования на первой линии до 20 месяцев. На второй линии может быть даже до 10 и более месяцев. Поэтому движение вперед продолжается. Наши больные скоро могут жить дольше. И, конечно, таблетка, она гораздо приятнее, чем химиотерапия. Благодарю за внимание.